Сегодняшнего дня в Литву только на личном транспорте или пешком. Заболеваемость коронавирусом там вдвое превышает средний уровень по Европе. Перевозчики такое решение встретили с непониманием. А министр сообщения Талис Линкайц и вовсе призывает изменить формулу, по которой страна решает, куда везти людей можно, а куда нельзя. Ведь дело не только в Литве. Виктория Пушкила продолжит. Пассажирские перевозки в Литву запретили потому, что кумулятивная заболеваемость там вдвое превышает средний уровень по ЕС. Ограничения распространяются только на автобусы и самолеты. На личном автомобиле пересекать границу Литвы можно. Министр сообщения Талис Линкайц считает, что такое решение для нашей страны — серьезный удар. Вопрос Литвы стоит особенно жестко, потому что через Литву идут международные автобусные перевозки на всю Европу. То есть это не только прямые перевозки Рига-Вильнюс, Рига-Шауляй, но также через Вильнюс идут автобусные линии Варшавы, Берлин, Фрейбург, дальше по Европе. Такое решение негативно оценивают и сами перевозчики. После того, как по возвращению из Литвы стала необходима самоизоляция, пассажиров в автобусах стало значительно меньше. Но они все-таки были. Представители отрасли говорят, что от такого решения в первую очередь пострадают сами люди. Мы оцениваем негативно, но сделать ничего не можем. Не все могут по своей машине заехать. Например, у латвийской женщины в Литве мама заболела. Вот как она попадет? После введения обязательной самоизоляции при возвращении из Литвы автобусы были заполнены менее чем на треть. А значит, у пассажиров была возможность соблюдать дистанцию. Воздух в автобусе не застаивается, а циркулирует через вентиляцию. Перевозчики уверены, что на общественном транспорте в соседнюю страну люди едут только в случае крайней необходимости. Министр с этим согласен. Ему также непонятно, почему ограничивают не перемещение людей, а конкретных транспортных средств. В Латвии уже с лета действует странная формула, по которой определяется решение включить или не включить конкретное государство в так называемый черный список. Эта формула определяется по средней заболеваемости в Европе и, в принципе, не имеет отношения к заболеваемости в конкретной стране. Например, когда Центр профилактики и контроля заболеваний запретил пассажирские перевозки в Литву, кумулятивная заболеваемость там составляла 1041 случай на 100 тысяч человек. При этом, когда в конце ноября еще выше была заболеваемость в Австрии, перевозки туда не запрещали. Лишь потому, что уровень заболеваемости по Европе был выше. В Центре профилактики и контроля заболеваний комментировать эту формулу отказались, но Министерство сообщения предлагает изменить систему, в какие страны запрещать перевозки. Правительство этот вопрос рассмотрит на завтрашнем заседании.